Привет всем! Вы попали на канал Люди Звездной Росы. Ну, это то же самое, что и Stardew People. Короче, сегодня я разберу профессии в игре и, возможно, посоветую, какую лучше выбрать. Приступим! Начнем с профессии фермерства. На пятом уровне можно выбрать животновод – вы продаете продукты животноводства на 20% дороже, или культиватор – вы продаете урожай на 10% дороже. От выбора также зависит, каким будет следующий выбор на 10 уровне. Итак, что же выбрать? Лично я советую брать культиватора, потому что потом на 10 уровне можно выбрать достаточно мощное дополнение – золотые руки, а потом просто рубить бабло свина сыра и так далее. Если вы выберете животновода, то вам предоставят выбрать вот такие дополнения к профессии – птицевод или пастух. Тут уже как вы желаете. Хотите сделать упор на животных в хлеву – берите пастуха. Хотите развить птиц – берите птицевода. Тут я ничего посоветовать не могу. Вернемся к культиватору. Кроме золотых рук тут есть дополнение земледелец. Я уже говорил, что как мне кажется, лучше брать золотые руки. Земледелец мне меньше нравится, если честно. Следующий навык – горное дело. Выбор профессии – шахтер, плюс одна единица роды на жилу, или геолог – драгоценные камни могут появляться парами. Как по мне, лучше брать шахтера. Я сделал такой вывод лишь после того, как заглянул в будущее. Короче, посмотрел, что там на 10 уровне предлагают выбрать. Если вы возьмете шахтера, а потом возьмете добавление кузнец, то можно неплохо зарабатывать со слитков. На 50% дороже, вы понимаете, да? Ну, это опять-таки мое мнение. Если вы взяли геолога, то на 10 уровне вас ждут. Землекоп или геммолог? Тут, как по мне, лучше брать землекопа. Быстрее заполоните музей. Не знаю, тут на самом деле сложно определиться. Можно взять геммолога, в чем проблема, зарабатывать опять же. Смотрите, с землекопом нам чаще попадаются живоды, а значит будет больше камней, которые можно продать, а можно в музей отдать. А с геммолога мы будем продавать дороже драгоценные камни. Но живод больше не будет. Сложный выбор, не так ли? Мне кажется, лучше брать землекопа. А вы как считаете? Напишите в комментах. Вернемся к шахтеру. Как я уже сказал, неплохо было бы взять кузнеца, но старатель может быть тоже полезен. Угля иногда не хватает. Опять точно определиться не могу, но больше склоняюсь к кузнецу. Дальше навык собирательства. Выбор профессии. Лесник. Вы получаете на 25% больше дерева из деревьев. Или собиратель. Появляется шанс получить двойной сбор. 20% шанс. Итак, мой совет брать собиратель. А почему? А потому что с диких растений намного больше прибыли, чем с древесиной. Хотя при прокачке зданий и расширении дома, конечно, лучше будет лесник. Но деньги-то тоже нужны. Итак, надо глянуть, что там на 10 уровне происходит. Если вы взяли лесника, то дополнения будут следующими. Дровосек или вздымщик. Это, ну, вообще сложный выбор. Хотите собирать больше твердой древесины, берите дровосека. Хотите продавать сироп и получить больше денег, берите вздымщика. Тут даже не знаю, что посоветовать. А вот с собирателем все гораздо интереснее нам изглед. Ботаник или сыщик. Ботаник, как по мне, мощное дополнение. Всегда высшее качество, конечно, классно. Хотя сыщик тоже классный. Видишь, где дикие растения. Этот выбор тоже сложный, но я склоняюсь к ботанику. Итак, рыбная ловля. Выбор профессии. Рыбак. Вы продаете рыбу на 25% дороже. Или краболов. Изгодавление крабовых ловушек требует меньше материалов. Как бы там оно ни было, я склоняюсь к рыбаку. Например, на 10 уровне можно выбрать дополнение рыболов и рубить огромные деньги с рыбы. Это мой вариант. Если же взять краболова, то потом вам предстанут мореход или мастер по наживке. Тут тоже сложный выбор. И то хорошее дополнение, и другое тоже. Слушайте свое сердце. Оно вам подскажет правильный выбор. А если рыбак, то помимо рыболова здесь есть пират. Вещь тоже хорошая, но как по мне рыболов лучше. Далее боевые навыки. Выбор профессии. Боец. Все высшие атаки наносят на 10 больше урона. Также плюс 15 основного здоровья. Или разведчик. Шанс критической атаки увеличен на 50%. Ну что ж, смотрим на 10 уровень. Если мы возьмем бойца, то потом нам дадут выбрать из этих двух дополнений. Воротила или защитник. Тут ваш выбор. Хотите увеличить урон, берите воротилу. Хотите увеличить здоровье, берите защитник. Все просто. Но опять же, всегда слушайте свое сердце. А если мы возьмем разведчика, то вот. Акробат или сорвиголова. Лучше как по мне сорвиголова. Правда, если вы часто пользуетесь особыми атаками, то акробат тоже будет неплох. Я же особыми атаками пользуюсь редко, поэтому советую сорвиголову. И все. Все профессии разобрали. Я надеюсь, что теперь вам будет легче определиться с ними при выборе. Если ролик был вам полезен или просто понравился, подписывайтесь, ставьте лайк, жмите в колокольчик и пишите комментарий, на какую тему вы бы хотели в следующие ролики. Заходите в группу и беседу вконтакте. Там можете задавать вопросы по игре или просто общаться с другими фермерами. Вы были на канале Stardew People. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok